А вот вы упомянули Товстаноговскую постановку 72-го года. В 78-м году был записан для телевидения этот спектакль. Он существует в формате телеспектакля. Вы видели эту работу? Да, конечно. Ну вот, а вы когда просматриваете вот такого рода работы, готоваясь к роли, вы, наоборот, стараетесь сделать как можно не похоже от того, что делалось до вас? Или, наоборот, стараетесь что-то позаимствовать из того, что делалось? Вы знаете, когда я смотрю ту или иную работу, неважно, там, к спектаклю я готовлюсь, или, да, бывает так, что и фильмы снимаются по каким-то уже известным произведениям, да, то в первую очередь я смотрю то же самое и с Товстаноговской постановкой не на то, не на внешнее, то есть как это поставлено, а больше на то, как актриса сыграла, имеется в виду, на что она сделала свой упор, да, в чем смысл, а не слежу за какими-то внешними моментами, как она крутит зонтиком, или как она там подмигивает ловко, или в каких моментах она улыбается. Ну, а вы на что упор делаете? Вот вы упомянули, что персонаж Юлия Рудберг, он положительным его назвать нельзя, но, по-моему, Ханума тоже, в общем, не сахарная совсем. Она тоже интригантка и тоже, в общем, старается, как бы, сделать бизнес. Она сваха, она такая же интриганка отчасти, но ей все-таки движет любовь. Любовь к ремеслу или к чему? К чему любовь? Вот если говорить словами Ханумы, то профессия сваха – это не работа, это призвание. Она относится к этому как к творчеству, как к какому-то вдохновению делать людей счастливыми, по-настоящему счастливыми. Не просто делать выгодные для себя предприятия и заработать больше денег, и устроить какие-то, будем так говорить, благополучные браки, а она за любовь. И она готова жертвовать своей любовью до последнего ради счастья и любви других людей, которых она делает счастливыми. Поэтому ее давнишняя любовь с окопом, она только в самом финале прорастает, и опять-таки, любовь убеждает. То есть, когда она понимает, что она будет теперь с окопом, она отказывается быть свахой и говорит, что я… Уходит из бизнеса. Да, да, уходит из бизнеса, потому что невозможно и самой быть счастливой, любить, и делать других людей счастливыми. Надо выбирать что-то одно. Она долго служила людям, делая их счастливыми, но теперь решила стать счастливой сама. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».